Всем добрый день. Спасибо за подключение на наш вебинар. Давайте начнем. Меня зовут Михаил Курчат. Я продакт-менеджер направления 3D-моделирования и визуализации в компании CISD. Я занимаюсь решениями для визуализации от производителя House Group с их фламентским продуктом V-Ray. Сегодня на вебинаре мы поговорим про создание интерьерных визуализаций в 3D-Smax плюс V-Ray. Я быстро расскажу вводную часть, а мой коллега Павел Шаков, основатель студии визуализация плюс студия, автор курсов по визуализации и CG-художник с большим опытом работы, расскажет о своей работе в визуализации проекта с использованием связки 3D-Smax плюс V-Ray. Сразу хочу попросить вас, пишите ваши вопросы в разделе questions по мере их возникновения, чтобы не забыть. Мы на них обязательно ответим в течение вебинара и после. Компания CISD – это дистрибьютор компании House Group, производителя V-Ray. Мы их представители в России. Мы создаем контент и продаем лицензии на ПО через дилерские компании. Мы создаем много актуального контента, вебинары, мастер-классы, истории, успехи и так далее. Вся информация всегда доступна на нашем сайте housesoft.ru, в том числе подробное описание, демонстрация решений и доступ к демо-версиям на все продукты. Посещайте наш сайт, вы найдете много интересного и участвуете в наших мероприятиях. Сразу хочу сказать, что и вы тоже можете рассказать и о своих проектах, и делиться опытом использования V-Ray в вашей работе. Вы всегда можете связаться со мной и рассказать о себе для продвижения своих проектов. Сейчас я передаю слово Баву Шакулу. Он расскажет о своем опыте в создании интерьерных визуализаций с использованием 3ds Max и V-Ray. Павел, пожалуйста, тебе слово. Всем привет! Меня уже представили, но все же меня зовут Павел Ушаков. Сейчас я себя идентифицирую как супервайзера в сфере архвиз. И моя студия в основном занимается интерьерной визуализацией. Все началось, когда я был студентом Российской Академии Живописи, Ваяния и Изучества. И на третьем курсе стал напарником у дизайнера интерьера. На тот момент я уже владел начальными умениями. Что-то делать на компьютере. Ну там, чертежи в Corel, обработка в Photoshop, базовое моделирование в 3ds Max. Ну и, естественно, рендеринг V-Ray. Я начал работать с V-Ray практически с первых билдов. Ну, то есть застав, в принципе, первую официальную версию, вышедшую в 2002 году для 3ds Max. Мне удалось найти одну из моих ранних работ, сделанных на V-Ray для мебельного салона, которому нужно было убедить клиентов купить дорогущую кровать Savio Firmino. Конечно, им это удалось. Это был 2004 год. И V-Ray выдавал впечатляющий результат за весьма короткое время. Многие даже и не верили, что это 3ds Max. Конечно, сейчас такой картинкой уже мало кого удивишь. И, в принципе, она выглядит наивно. Ну и так, для общего контекста, это еще несколько работ, сделанных в ранних билдах V-Ray. Со временем я охладел дизайну интерьера, поскольку с этим связано много рутины и мало, на мой взгляд, творчества, особенно в провинции, где не всегда бюджеты заказчиков позволяют разгуляться фантазией. Разбежавшись с партнером, я сосредоточился исключительно на визуализации интерьера, как услуги. Создал офис, вернее, создал студию, офис, сотрудники, своя небольшая рендер-ферма, ну и все прочие дела. Затем, спустя какое-то время, я поменял бизнес-модель, и сейчас у меня виртуальная студия, я живу за городом, работаю не выходя из дома, в выборе, опять же, сотрудников не ограничен, как и в клиентах. Интернет стер все границы уже давно. Ну вот это кратко о том, кто я. Теперь логичный вопрос, зачем меня слушать? За плечами у меня большой опыт работы, как с российским сегментом архвиз рынка, так и с зарубежным. Я не считал, сколько сотен проектов сделано, но думаю, что достаточно, чтобы поделиться каким-то опытом с вами. Тем более, что V-Ray я знаю с пеленок и наблюдал, как этот продукт растет и развивается. Первый проект, в котором мне пришлось серьезно подумать над оптимизацией сцены, я делал для одной строительной фирмы из Лондона. Заказ был взят на какой-то фриланс бирже, по-моему, Апвок. И как-то без особых припяти, мы очень быстро договорились с менеджером, и я приступил к работе. Так совпало, что в это время, это был 2010 год, шел конкурс Interior Design Competition, устроенный компанией Evermotion. Ну и я решил убить двух зайцев, сделать проект и для заказчиков, и его же заявить в конкурсе. По итогу, проект занял третье место. Эту работу я делал на слабом, по сегодняшним меркам, компьютере, с четырехъядерным процессором, восьми гигабайтами оперативки, и не весь какой видеокартой. Мне пришлось изрядно потрудиться над оптимизацией сцены, чтобы комфортно работать с такими объемами. Сцена, как видите, насыщена деталями, геометрией с плотной сеткой. Все сцены, вес, вернее, сцены в полигонах был в районе 16 миллионов. Единственным средством оптимизации на тот момент было привинение V-Ray Proxy. Поэтому сегодня я хочу рассказать вам, как и было заявлено в теме вебинара, о методах оптимизации при работе с крупными проектами и об оптимизации в целом через понимание, как работают некоторые алгоритмы V-Ray. Но перед тем, как перейти к основной теме вебинара, хочу развеять миф, который усердно пропагандируется некоторыми коллегами, о том, что V-Ray сложный в понимании и изучении. Эта история началась, когда на рынке появилась корона и подкупила новичков своей простотой, хотя и многие опытные коллеги пересели на корона, потому что в короне были упрощены многие рутинные процессы. Та же самая настройка глобального освещения. На деле пользователям короны пришлось заплатить долгим временем рендерам. Конечно, решение этой проблемы лежало на поверхности. Многие предлагали просто купить компьютер помощнее, но тут тогда логика разрушалась тем, что любой мощный компьютер позволил бы V-Ray при помощи алгоритма BruteForce получить качественную картинку в один клик, поскольку алгоритм BruteForce не требует какой-либо настройки. Я сегодня еще вернусь к вопросам выбора подходящего алгоритма для просчета глобалки. Сейчас продолжу дальше тему. Да, у V-Ray были свои проблемы, связанные со сложным освоением интерфейсом, особенно для новичков. Все эти sub-divы начинающим просто выносили мозг. Но разработчиками была проведена серьезная работа, и начиная с третьей версии все недостатки постепенно были пофиксены. Сейчас мой фокус внимания, когда я работаю над проектом, сосредоточен в основном на творческой части проекта, а технической части теперь работает отлично, по умолчанию, не требуя каких-либо докруток, ну или, как говорят, танцев с бубном. Конечно, нужно понимать, что возможности вашего железа и рендер-системы не безграничны. И рано или поздно могут возникнуть ситуации, в которых вам нужно будет помочь компьютеру или рендер-системе справиться с ними. Оптимизация. Поговорим о ней. В силу того, что визуализация стала моей основной профессиональной деятельностью, и для меня это не временная работа, я не могу себе позволить работать, как Бог на душу положит. Поэтому за годы работы я выработал определенную систему введения проекта, которая позволяет мне комфортно справляться с задачами любой сложности. Работу над проектом, неважно, экстерьер, интерьер, предметная визуализация можно разделить на несколько этапов. И у каждого этапа есть свои подводные камни, проблемы, для решения которых есть свои инструменты, они же и средства оптимизации. Из каких этапов состоит среднестатистический проект? Работа с геометрией сцены, работа с текстурами и материалами, работа с освещением, ну и выбор алгоритма для глобалки, работа с image-цемплером. В каждом из этапов можно допустить ошибки и усложнить тем самым себе дальнейшую работу. В основном, вся история сегодняшней темы будет крутиться именно вокруг экономии ресурсов вашего компьютера, в частности, оперативной памяти и в отдельных частях вокруг экономии времени на рендеринг. Расскажу по порядку о каждом из этапов. Работа с геометрией сцены. Здесь, конечно, я буду вести разговор в контексте работы над сценами с высокой плотностью геометрии. Это большие интерьерные и экстерьерные сцены, основной проблемой здесь будет не рендер-система, как таковая, а, в принципе, ваше железо. Существует определенный лимит на количество объектов во вьюпорте, которые определяются объемом видеопамяти. Чем больше оперативной памяти у вашей видеокарты, тем, соответственно, легче вам будет работать с большим количеством геометрии во вьюпорте. Одним из средств оптимизации, предусмотрены в любой современной рендер-системе, и в V-Ray, в частности, будет применение прокси-объектов. В контексте работы во вьюпорте прокси-объект подгружает упрощенную оптимизированную геометрию, снижая тем самым нагрузку на видеопамять. Конечно, можно включить боксовое отображение объектов непосредственно в 3ds Max, но использование V-Ray прокси дает еще и вторичную выгоду. Во время рендеринга V-Ray прокси-объект снижает нагрузку уже на оперативную память, работая своего рода как гиперссылка, которая срабатывает в момент, когда бакет попадает на участок картинки, где этот прокси-объект находится, и подгружает уже реальную геометрию объекта для просчета, а потом выгружает ее обратно. Таким образом, V-Ray прокси позволяет рендерить большие лесные массивы без особого труда. В последнее время я применяю V-Ray прокси в интерьерах довольно часто, поскольку объемы стали очень сильно возрастать у проектов. Это рестораны, лобби, в отеле и так далее. Подобные помещения, как правило, достаточно плотно заставлены мебелью и насыщены прочими деталями. Поэтому, видя объем предстоящей работы, я начинаю переводить геометрию V-Ray прокси сразу, по ходу работы, не испытывая на прочность возможностей 3ds Max и V-Ray. Естественно, не стоит забывать и об инстанцности. Применение инстанцных объектов в сцене также экономит память как при использовании с обычной геометрией, так и, естественно, с V-Ray прокси. Поэтому, не пренебрегайте этим инструментом. У V-Ray прокси также есть обратная совместимость с геометрией объекта. И при случае объект можно вернуть сцену без каких-либо потерь. вот для примера диванчик 500 тысяч полигонов, соответственно, 10 диванчиков в каком-нибудь большом лобби приведут к тому, что уже будет 5 миллионов полигонов. Опять же, этот совет переводите все прокси из серии капитан очевидность, но в любом случае диапазон смотрящих этот вебинар как профи, так и начинающие. Переводим V-Ray прокси очень просто. V-Ray mesh экспорт. Определяемся, куда мы сохраняем. Определяемся с именем. Включаем опцию автомат и create прокси. Определяемся со степенью оптимизации. Там обычно я ставлю 5-10% вполне достаточно. Также можно включить опцию export.point.load. Более подробно лучше почитать о ней в help. Я в принципе не пользуюсь она мне без надобности. Ну и все, нажимаем на ок. Тут спрашивают, ну я уже проводил конвертацию, перезапишем этот файл заново. Все, прокси объект у нас готов и имеет вес всего 10 тысяч полигонов. Ну и как я говорил, оба обратной совместимости нужно перейти в режим show whole mesh и сконвертировать обратно в editable mesh. Все, объект вернулся к нам без каких-либо потерь. еще одним инструментом, который сможет вам помочь грамотно распределить ресурсы и также оптимизировать нагрузку на оперативную память, как видео, так и системную, будет инструмент V-Ray SYN. Этот инструмент создан немного для других целей, но я нашел этому инструменту место в своей практике. V-Ray SYN это кроссплатформенный формат V-Ray, который позволяет переносить объекты из одного 3D-пакета в другой, ну, либо из одной версии 3ds Max в другую и так далее. Важное условие. V-Ray должен быть установлен на обоих 3D-пакетах одновременно. Ситуации могут быть разные для применения непосредственных задач, связанных с V-Ray SYN. Ну, например, вы нашли хорошего специалиста, модель не важно, который отлично знает Blender или Cinema 4D. Ну, ваш pipeline это 3ds Max. Но он классный, вы хотите с ним работать. Тогда в этой истории он может комфортно продолжать работать в своем любимом 3D-софте, а готовую модель, готовый контент передавать вам в формате V-Ray SYN. Вы в свою очередь без проблем сможете открыть этот формат у себя в 3ds Max и V-Ray успешно его отрендерит. Конечно, у меня нет сотрудников, которые работают в Blender и V-Ray SYN. Я применяю в своей практике немного по-другому. Когда уже сцена перенасыщена геометрией, работать с декором не всегда удобно. Через V-Ray SYN я разгружаю базовую сцену от декора, который переводить в прокси мне также кажется нецелезообразным занятием. Сейчас средний мой проект состоит на 75% из V-Ray прокси объектов и V-Ray SYN объектов. Остальные 25% это геометрия стен, пола, потолка, ну и еще возможно светильники. Как работает V-Ray SYN инструмент? Ну вот допустим вот большая сцена в ней еще пока нет декора это рабочий проект мне нужно разместить декор то есть я уже понимаю что возиться с декором я не хочу именно в этой сцене поэтому я отдельные объекты выбираю внутри сцены копирую их и вставляю в чистую сцену и возьмем создадим условный декор пусть это будет просто бокс сейчас это не имеет никакого смысла и размещаю его на этих самых столах все ну понятно там можно скорректировать положение это уже вопрос не такой важный в контексте семинара но все-таки затем я удаляю родительские объекты и декор находится в том месте где он должен быть после этого выделяю декор перехожу в контекстное меню и выбираю верейсин экспортер далее нужно определиться куда будем сохранять сохраним сюда вебинар тест все декор сохранен и сейчас я его могу открыть уже в этой сцене чтобы он появился на своем месте нужно пивот у этого объекта привести к нулевым координатам у меня остались старые шарики но не суть важна это когда я готовился я сохранял тестовые объекты можно их перезаписать вернее я не нажал экспорт все понятно да вот теперь перезаписались эти объекты и видим что наши боксики появились на том же самом месте так работает инструмент V-Ray SYN если говорить глобально то в интерьерах в принципе можно обойтись без прокси объектов и тяжелую геометрию просто скрывать во вьюпорте через боксовое отображение тогда вьюпорт будет более менее живенько работать и даже при рендеринге это не станет большой проблемой так как геометрия хорошо сжимается и занимает достаточно мало места в сравнении с тем сколько могут отожрать оперативной памяти текстуры используемые в проекте этот формат данных в стандартных условиях невозможно оптимизировать но есть нестандартные средства которые поддерживает V-Ray и некоторые другие рендер системы которые позволяют грамотнее распределить ресурсы вашего железа я сейчас говорю о контейнерном формате для текстур TX к магии этого формата я чуть позже вернусь сперва сделаю подводку к тому почему это решение стало актуальным для меня в последнее время сейчас большой популярностью пользуются текстурные PBR сеты благодаря которым можно быстро собрать необходимый материал без особого труда PBR set это набор из нескольких текстур описывающих те или иные свойства материала в основном используются четыре текстуры diffuse metalness roughness и normals ну и чтобы материал выглядел реалистично желательно использовать текстуры с большим разрешением тогда на крупных планах можно будет разглядеть все детали на материале стандартное разрешение у таких текстур как правило начинается с разрешения 1024 пикселя и ну это скажем так необходимый минимум ну и достигает 8000 а то и 16000 пикселей в моем пайплайне я не закладываю время на поиск оптимального разрешения текстуры под ситуацию да и хранить несколько сетов с разным разрешением мне кажется сомнительным делом даже если не говорить о пбр сетах есть сборники где представлено только одно разрешение у текстуры и как правило оно максимальное ну или например сборник аравей прекрасный по своему содержанию коллекции шпона кожи ткани и так далее представлены в двух вариантах в лову и хай качествах и что мне с этим делать прыгать из папки в папку выбирая то что подходит мне здесь и сейчас ну по мне так это лишняя трата времени я исключил эту переменную своей работы и использую только максимальное разрешение и это не становится проблемой когда проект небольшой и только всего пять шесть ну там четыре текстуры имеют неприлично высокое разрешение но когда мой проект большой когда в проекте огромное число материалов и каждый материал имеет как минимум по четыре текстурные компоненты это все становится неподъемным грузом для оперативной памяти в 3ds Max есть стандартное решение что-то вроде текстурных прокси решение сводится к тому что создаются дополнительные текстуры с меньшим разрешением для отображения во вьюпорте и только в процессе рендеринга подгружается максимальная ну как по мне так себе затея потому что для ее реализации нужно делать дополнительные движения мышкой что предлагает V-Ray для экономии и оптимизации текстурных ресурсов V-Ray реализовано следующее изящное решение для оптимизации работы с текстурами так сейчас я открою пайлик первое для комфортной работы во вьюпорт все растровые текстуры я рекомендую подключать к материалу через ноду V-Ray Bitmap в этой ноде так редактор материалов в этой ноде по умолчанию любая текстура уже автоматически подгружается с пониженным разрешением чтобы не загружать видеопамять и вьюпорт хорезовыми текстурами подключение текстур на самом деле через V-Ray Bitmap ноду дает еще много других бонусов но это тема для отдельного вебинара второе для экономии оперативной памяти нужно использовать контейнерный формат текстур текстур чтобы выполнить этих два условия на готовой модели которую вы купили взяли со сборника нужно запустить просто конвертацию и встроенный скрипт переделывает все текстуры в формат текст и заменит стандартные Bitmap ноды на V-Ray Bitmap давайте так и сделаем вот опять же тот же самый диван get from selected что мы имеем мы имеем стандартную Bitmap ноду и соответственно стандартную текстуру в формате JPEG чтобы все это сконвертировать запускаем скрипт Bitmap to V-Ray Bitmap Converter нажимаем checkbox в обоих случаях и запускаем конвертацию ну и смотрим все текстуры уже сконвертировались в формат TX а в материал Editor нода Bitmap переделалась ноду V-Ray Bitmap работает быстро и безотказно можно конвертить большие сцены естественно это уже будет более долгий процесс но все же текстур и так что замечательного в этом формате это контейнерный формат как я и говорил в котором хранится несколько вариантов разрешения текстуры да он как правило весит тяжелее чем оригинальная текстура но по моему мнению лучше потерять 50 мегабайт на жестком диске чем терять гигабайты оперативной памяти при рендеринге как работает это решение в V-Ray алгоритм V-Ray определяет удаленность 3D объекта от камеры и сколько он занимает пиксельного пространства на изображении которое вы рендерите исходя из этих данных будет загружаться подходящее разрешение текстуры для ситуации например этот декор в выделенном кружочке он находится далеко от камеры и занимает площадь всего несколько десятков пикселей на рендере какой смысл загружать в память Hi-Res текстуры для этих материалов да это никакого это контрпродуктивно поэтому для рендеринга в этом участке будут загружены текстуры с минимальным разрешением если вы предварительно сделаете конвертацию текстур в текст формат и они будут естественно подключены через ноду V-Ray Bitmap на этом можно закончить часть посвященную инструментам оптимизации V-Ray, которые позволяют существенно сэкономить ресурсы вашего железа а в следующей части я буду рассматривать инструменты V-Ray, которые позволят сократить время работы над проектом и время рендеринга самого проекта Время на разработку проекта можно существенно уменьшить за счет таких инструментов как интерактивный рендеринг и LightMix интерактивный рендеринг чаще всего я им пользуюсь во время настройки материалов на 3d объекте как правило как правило я не настраиваю материал внутри сцены поскольку на данном этапе разработки свет внутри сцены может присутствовать но он не настроен и не сбалансирован мне гораздо проще выносить объекты в другую сцену студию в которой можно очень быстро настроить корректное освещение через HDRi и получить гораздо большую скорость отклика на вносимые изменения чем если бы это было в базовой сцене это связано с тем что в студии с HDRi освещением объект со всех сторон освещен прямым светом поэтому и скорость отклика и рендеринга в таких сценах гораздо выше как корректно настроить HDRi я сейчас не буду уходить в долгие объяснения почему нужно делать именно так иначе вебинар затянется на 3 часа просто доверьтесь моему опыту и повторяйте за мной сперва определяемся с экспозицией камеры которая у вас будет в базовой сцене то есть если вечерний интерьер освещенный искусственным светом подходит экспозиционное число 6-6,5 ну вот как здесь если же нужно сбалансировать искусственный и естественный свет вам подойдет экспозиционное число равное 9-8 ну а если вы рендерите экстерьер или интерьер с большими панорамными окнами то экспозиционное число следует выставлять равное 13-14 единицам конечно эти значения не истинно в последней инстанции но хорошая стартовая точка для поиска баланса и это в принципе цифры взятые из реальности этими цифрами оперируют фотографы добавляем в сцену домлайт и устанавливаем на него подходящую хедерай карту так у меня уже домлайт стоит сделаем вид что я это делаю первый раз хедерай карту подгружаем естественно через ноду V-Ray Bitmap и обязательно я делаю ее черно-белой чтобы цвет карты не вносил свои скажем так коррективы цвет настраиваемых в материалах да там можно сделать баланс белого но это еще тратить время зачем незачем гораздо проще подключить к ноде Color Correction и выкрутить режим на Monochrome подцепляем итак у нас есть камера есть источник света осталось определиться с какой силой он должен светить здесь я применяю практику киношников и настраиваю яркость освещения по средне-серому цвету то есть по серой карте есть такое понятие как Middle Grey или 18% серый при таком подходе достигается оптимальный баланс в освещении и ваш белый цвет будет белым а черный будет черным ну если естественно вы знаете правильные значения для черного и белого но это уже опять же вопрос альбедо и отдельного вебинара итак чтобы выровнять освещение я делаю два материала стандартный V-Ray MTL и V-Ray Light MTL вот они со средним серым цветом и назначаю их в шахматном порядке на плоскость 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 у меня по-моему нет поэтому плоскость я создам не обязательно там много можно и поменьше деление сделать заканчиваем на на и на вот все и Важное замечание по LightMTL материалу нужно поставить опцию Compensate Camera Expose, тогда не важно какая у есть экспозиция в сцене, всегда будет визуализироваться чисто серый цвет без каких-либо изменений и взаимодействий именно с экспозицией сцены, то есть по сути этот материал становится адаптивным к экспозиции. Далее нужно запустить интерактивный рендер и определиться с множителем у HDI карты. Сейчас мы видим явственный пересвет и многие делают все на глазок, то есть похоже и похоже, я привык получать какие-то точные данные, оперировать точными данными, поэтому для меня важно достичь баланса таким вот способом. То есть выбираем перекрестие двух материалов и просто понижаем множитель у хедера и текстуры. Ну, я уже знаю это значение для данной текстуры и для данной сцены, это 0145. Таким образом истинная серая выровнялась по цвету с серым обычным материалом, практически они стали идентичными. Все, вот таким образом в несколько кликов происходит настройка сцены. Остановлю. Объект этот нам больше не нужен. Ну и проверяемся. В сцене присутствует пять типов материалов. Металл, стекло, белый шейдер, черный шейдер и серый шейдер. Все они находятся в ощутимом балансе между друг другом. Можно сказать, задача выполнена. Все, сцена настроена. Можно перетаскивать из базовой сцены объекты, настраивать на них материалы, крутить, вертеть и вы будете получать адекватные результаты по итогу. Работа в локальной сцене значительно быстрее позволит вам закончить настройку материалов. Правильно настроенное освещение в сцене избавит вас от дополнительных докруток материалов в базовой сцене. Следующим инструментом, который позволяет не быстро закончить работу, это естественно будет инструмент LightMix. После того, как все материалы сцены настроены, приходит время для настройки света в базовой сцене. Здесь, как я и сказал, применяется LightMix. Этот инструмент значительно экономит время на настройку света, позволяя найти идеальный баланс между всеми источниками света в сцене за один, ну максимум за два раунда. Итак, LightMix. Как я использую его для настройки освещения? Я расставляю освещение в сцене уже с выставленными значениями яркости, которые взяты из реальной жизни. Поскольку я стараюсь применять экспозицию тоже близкую к реальности, ну ситуации естественно, то соответственно и слежу за тем, чтобы источники света имели какие-то адекватные значения. Ну например, яркость может у лампочек обычных варьироваться от 450 люмен и выше, ну 450 люмен это эквивалент 40 ватт лампы, накаливание, ну и хорошая точка для старта, чтобы потом балансировать со светом везде в остальном. Для светодиодной подсветки я использую дефолтные единицы яркости и фиксированные размеры ширины полосы, чтобы опять же сохранялась какая-то константа из проекта в проект. Я придерживаюсь каких-то фиксированных значений, так потом проще. Ну как правило это ширина 20 миллиметров. Стартовую яркость на таких типах светильника я ставлю равную 8 единицам. Я не буду вдаваться более во все детали подхода к работе со светом, просто скажу, что за годы практики выработал определенную систему и просто выставляю эти значения по умолчанию, по памяти. Если у вас такой системы нет, ставьте как попало. Через LightMix вам представится хорошая возможность сбалансировать свет в сцене за один клик. Важно только выставить корректную экспозицию по ситуации. Для работы с LightMix я выбираю общий план и ставлю широкий угол у камеры. Либо вообще выставляю панорамный тип кадра, чтобы ракурс захватывал как можно больше пространства. И я мог видеть, что происходит со светом во всем интерьере. Больше всего мне нравятся, конечно, панорамные снимки на 180 градусов. Они не сильно искажают кадр, но при этом дают максимально большой охват. Настраиваются они следующим образом. В разделе камера выбираем тип сферикал панорама. Оверрайт фофф на 180 градусов. И тут по ситуации вертикальный фофф. Я ставлю 60. И соотношение сторон кадра, если 180 разделить на 60, это будет цифра 3. Соответственно, соотношение сторон должно быть таким же. 3000, например, на 1000 пикселей. Добавляю рендер элемент LightMix. Выставляю черновые настройки для image-сэмплера. 3-4 sub-diva вполне достаточно. И на единичку. В другой части вебинара я расскажу более подробно об image-сэмплере. Ну и все. Отправляю в bucket режим. Там уже выбираете сами bucket. Где он у нас? Либо bucket, либо progressive. Ну и естественно в bucket посчитается все побыстрее при таких настройках. Отправляю картинку на рендер. После рендеринга настраиваю свет, докручивая множители у источников света в LightMix. Рекомендую загоди дать какие-то адекватные названия. Уникальные имена, чтобы потом не использовать метод бессистемного тыка. Ну, здесь уже сцена у меня сбалансирована. И поэтому нет смысла что-то там показывать, как докручивать. То есть, именно то световое состояние, которое мне надо, я уже получил. Ну, если похулиганить и показать, как это все работает, давайте найдем какой-нибудь сильно заметный. Ну вот, допустим, светильник, подвес. Тут интуитивно понятный интерфейс. Изобретать велосипед не нужно. После всех сделанных манипуляций, естественно, нужно будет отправить корректировки. Уже перезаписать их непосредственно внутри сцены. Все, сцена почти готова к финальному рендеру. И передо мной стоит только вопрос, сколько времени я готов выделить на данный этап. Если это первый раунд и клиент еще не видел ничего, то нет смысла задирать настройки для супер качественного рендеринга. Когда можно оптимизировать настройки, сгладить шум через денойзер. Радикально сократить время рендера можно через настройки сэмплера. По сути, это сердце движка и его мотор, который определяет, как быстро мы поедем. Также на скорость рендера влияет и какой алгоритм для расчета глобалки вы установили, глобального освещения. В первую очередь, я хочу поговорить об этих алгоритмах, поскольку не собираюсь долго расшаркиваться по настройкам сэмплера. Там я просто дам готовые пресеты на все случаи жизни. Итак, выбор алгоритма. В далекие годы моей молодости, годы слабого железа, оптимизация была важной частью рабочего процесса в V-Ray. Все гонялись за священным граилем универсальные настройки, которые бы давали приемливое качество за приемлемое время. До сих пор некоторые пользователи на форумах нет-нет, да просят дать совет или универсальный пресет настроек для V-Ray, чтобы избавиться от какой-либо возникшей проблемы. Самое известное из них, набившее оскомину многим, это так называемая вата или пятна, артефакты, которые могут появиться на некоторых поверхностях при использовании Radiance Map в качестве основного алгоритма для расчета глобалки. Но на самом деле в 100 случаях из 100 все проблемы создали сами пользователи, потому что не всегда понимают, как работает их рендер-движок и причинно-следственные связи каких-либо проблем. Здесь не нужно на самом деле иметь глубокие знания по этому вопросу, а только лишь понимать суть процесса, как работает. То есть любая сцена начинается с того, когда мы закончили вопрос из геометрии материалов, начинается с освещением, то есть мы выставляем разнообразные источники света. Это источники прямого освещения. Давайте я сейчас другую сцену перейду. Вот тестовая сцена, ну вот, сейчас нет. Вот сцена освещенная уже полностью, с глобальным освещением. Вот только сцена, которая освещается прямым источником света. Это V-Ray Light Plane, как портал, и за пределами находится еще Солнце, как второй источник света. Это источники прямого освещения. Они способны осветить объект и не более того. Лучи от света, от этого источника, как бы исходят от него, сталкиваются с каким-либо 3D объектом в сцене, освещая его поверхность. Скажу отдельно, 3D объекты с самосветящимся материалом, это ошибка многих новичков, не являются источником прямого освещения. То есть часто видел сцены, напихают самосветящихся материалов и думают, что сейчас все будет ок. Нет, опять же проблема создается самим же пользователем, потому что не знают вот такие небольшие мелочи. Дальше, чтобы рассчитать, куда луч пойдет, куда он отскочит, начинают работать алгоритмы глобального освещения. У V-Ray, как и у многих других Reder систем, в целях оптимизации глобального освещения ведется расчет в два прохода. Сперва работает secondary engine, то есть вторичный, скажем так, расчет. Он рассчитывает общую освещенность сцены, куда луч отскочит от поверхности в первый, второй, в третий, четвертый, в пятый и десятый разы. Здесь применяются условно простые алгоритмы, которые дают приблизительный, не очень точный, обобщенный результат, который впоследствии потом интерполируется, то есть размывается, делая такие гладкие мягкие тени. Вот как выглядит secondary engine в чистом виде, то есть большие участки заполнены, как это их назвать, мозаикой. Но она впоследствии размывается. У V-Ray по умолчанию есть два инструмента для расчета вторичного освещения. Это LightCache и BruteForce. BruteForce не подходит. И можно пользоваться, но это достаточно грубый метод расчета и время рендера значительно увеличится, если BruteForce будет стоять на вторичке. LightCache сейчас допилен до совершенства. Работает по дефолту, ничего трогать не надо, ничего отключать не надо. Здесь есть две установки и они отличны для всех ситуаций. Не трогайте, просто кто начинает изучать VRM, работать с VRM, им часто попадаются старые заиндексованные странички с настройками какими-то там из далеких лет и соответственно не начинает их пробовать и все приводит не к хорошим результатам. Поэтому не трогайте, оставьте все по дефолту. Следующий, после того как вторичка рассчиталась, начинает работать первичка, Primary Engine. Рассчитывается только первый отскок от луча, от поверхности объекта. Он самый важный, поскольку свет обладает еще достаточной силой, чтобы дополнительно досветить собой объекты рядом. Второй, третий, четвертый отскоки уже не вносят столь сильный вклад в глобалку, как первый. Поэтому первый отскок пересчитывается более точным алгоритмом. В нашем случае по дефолту стоит BruteForce, также можно выбрать Irradiance Map и также можно выбрать Light Cache. Для финального рендеринга идеально будет BruteForce либо Irradiance Map. Чтобы не испытывать никаких проблем с долгим рендером сцены и не словить какие-либо артефакты, вам нужно следить за этим. В целом устранить какие-либо препятствия между источником света и остальной сценой. Приведу два примера, которые чаще всего являются причиной либо излишнего шума в сцене, либо причиной пятен, если вы используете алгоритм расчета глобального освещения, такой как Irradiance Map. Сейчас я открою. Вуаль. Полупрозрачный объект, который является серьезным на самом деле препятствием для прохождения лучей от прямого освещения. Если нарисовать схему в разрезе, то есть вот наша вуаль, вот уличный свет, неважно генерируемый чем, то есть дом-лайтом либо порталом V-Ray Plane, это сейчас не имеет значения. В любом случае, лучи прямого освещения, сейчас я им дам название DirectLight, столкнутся с препятствием в виде вуали. И даже тот факт, что вуаль полупрозрачная, не отменяет того, что здесь происходят процессы, которые влияют уже на качество прямого света. Что происходит? Часть света задерживается, и уже наш DirectLight имеет не такую силу, потому что он уже потерял ее при столкновении с объектом вуали. Но поскольку он ее потерял, она во что-то превратилась. А она превратилась уже в лучи глобального освещения, рассчитанное алгоритмом либо BroadForce, либо Irradiance Map. Покрашу их в оранжевый. И уже, по сути, сцена, которая получается с вуалью, она уже освещается не как таковым небесным светом, она уже освещается IndirectLight, либо по-другому глобальным освещением. А она уже может иметь не то качество, не то качество, не ту силу света и давать артефакты в силу того, что он уже не генерирует достаточной информации, чтобы быстро рассчитать глобалку. В случае с BrutForce, чтобы глобалка отчиталась качественно, нам нужно будет задрать настройки BrutForce. В случае с IrrMap тоже самое. Причем, в некоторых случаях накручивание настроек IrrMap может привести к тому, что даже BrutForce отчитает быстрее и чище результат. А на IrrMap мы по-прежнему можем словить баги. И другая ситуация. Есть любители прятать источники света в плафоны, либо в лампочки. В этом случае дублируется та же самая история. То есть мы имеем DirectLight, исходящий из источника света, который сталкивается с препятствием и уже имеет не ту силу, способную чисто осветить интерьер и так далее за короткий срок. Соответственно, здесь опять же генерируются уже лучи IndirectLight в большей своей степени. Они имеют не то качество. Вот так. В обоих случаях нужно поступить одинаково. Нужно устранить любое препятствие для прямого освещения. На своем YouTube-канале я уже разбирал похожую ситуацию с плафоном и источником света, находящимся внутри плафона. Вот специально задрал настройки BruteForce для BruteForce, ну в принципе для всей картинки в целом, чтобы хоть как-то маломальски избавиться от шума. По итогу получил 36 минут рендер времени и наличие шума. Ну это уже конечно не критичный шум, его можно вычистить динозом, но все же 36 минут. Как я и говорил, устранив препятствие для источника света в виде плафона, мне удалось сократить время рендера в три раза. 12 минут против 36. И при этом мы имеем более чистую картинку, более светлую за минимальный срок. Как добиваться этих результатов? Можно исключить эти объекты, ну я имею ввиду вуаль или плафон, из источника света. То есть сделать их невидимыми через опцию отключения отброса теней. Допустим, что это наша вуаль, которая мешает проходить свету. У меня название, чтобы не забыть, Shadow Off. Возвращаемся к источнику света и в его настройках находим и включаем опцию Shadow Casting. В итоге получаем следующую картинку. Где-то у меня она есть. Да. Если сравнить с оригиналом. Здесь тень как таковая не формируется, здесь тень сформирована. Так работает опция Shadow Off у светильника. И она в принципе является универсальным средством. Но также можно использовать другое решение. Например, сделать материал, который будет выполнять те же самые функции. Допустим, берем вот этот материал. И чтобы объект с этим материалом также не отбрасывал тени. Добавляем новый материал. V-Ray Override MTL. Основной материал подключаем в базовый. И создаем дополнительно копию материала для теней и для глобалки. V-Ray Color делаем абсолютно черным. И подключаем этот материал в слот GI и в слот Shadow. Ну и все. Видим, что на превью наш объект не отбрасывает тени. Ну и картинка соответственно будет выглядеть следующим образом. То есть этот объект, кроме того, что не генерирует тени, он также не является препятствием для расчета глобального освещения. Теперь коротко о разнице алгоритмов BruteForce и Radiance Map. Почему в случаях каких-либо проблем при использовании BruteForce это шум и долгое время рендера. А при использовании и Radiance Map это пятна. Как ясно из названия BruteForce это грубая сила. Тот случай, когда расчет идет тупым перебором, оптимизированным, но тупым все-таки перебором. Луч за лучом вычисляется освещенность отдельно взятого пикселя. Поэтому, когда в сцене есть проблемы с прямым освещением и установлены низкие настройки сэмплера, картинка будет очень шумной. Не меняя ничего в сцене и задрав настройки сэмплера, мы можем избавиться от шума, но получить долгое время рендера. Поэтому, когда у вас долгое время рендера, проанализируйте, как у вас работает свет, как он взаимодействует с другими объектами в сцене. Далее, Radiance Map, карта освещенности. Это гибкий и настраиваемый алгоритм, который способен адаптивно вычислять освещенность пикселя. Этому алгоритму не требуется вычислять большое количество лучей, особенно если речь идет о ровных поверхностях, как стены и потолок. Поэтому, это достаточно быстрый алгоритм просчета, чем BrutForce. Проблемы с этим алгоритмом начинаются тогда, когда поверхность объекта имеет сложную кривизну, большое количество деталей и алгоритм был настроен не для такой ситуации. Поэтому, этот метод расчета может сбоить и давать артефакты. Другой причиной артефактов будет, как я и говорил, недостаточно хорошее освещение прямыми источниками света вашей сцены и, как следствие, невозможность посчитать качественную карту освещенности. Опять же, чтобы глубоко не уходить в технические вопросы, я не буду рассказывать о всех нюансах работы с этим алгоритмом. В интернете к этому моменту все советы, которые вы, возможно, найдете, очень сильно уже устарели, потому что разработчики проделали большую работу, которая началась с выхода третьей версии VRay. И уже к пятой версии пользователю предложен абсолютно, можно сказать, новый рендер-движок, хотя Влада говорит, что особо ничего не переделал, который особо не нуждается в каких-либо пользовательских докрутках. И при грамотно выстроенной работе все будет работать у вас по умолчанию. Ну, а если все же проблемы возникают, то самые частые методы их исправления я уже озвучил. Ну и совсем коротко, где и какой алгоритм уместно использовать. Для экстерьеров и предметки лучшим выбором, естественно, будет связка BruteForce. В некоторых случаях она будет даже быстрее, чем связка Radiance Map плюс Light Cache. Интерьеры. С точки зрения экономии времени лучше считать на связке Radiance Map плюс Light Cache, если особенно у вас слабое железо. На алгоритмах BruteForce плюс Light Cache время рендера относительно Radiance Map плюс Light Cache может увеличиться в полтора, в два, а то и в три раза. Выбор за вами. Ну, я в основном сижу на BruteForce, поскольку он, во-первых, оптимизирован достаточно хорошо, во-вторых, железо уже совершенно другое. И мне не нужно вообще тратить на это время. То есть, V-Ray стал однокнопочным рендером. Нажал кнопку и забыл. Но все же, если вы работаете по какой-то причине, сейчас это не важно, на связке Radiance Map плюс Light Cache, есть небольшая фишечка. В случае возникновения локальных проблем на отдельных объектах, кроме тех случаев, что я уже описал, ну, например, артефакты на потолочных карнизах с мелкими деталями, то можно применить одну хитрость с материалом этого объекта. Нужно создать отдельную копию материала этого объекта, если он еще где-то дублируется, и отключить у него опцию Use Irradiance Map. Зачем назначить его на проблемный объект или объекты в сцене? В таком случае все объекты с этим материалом будут рассчитываться алгоритмом BruteForce, а для всех остальных будет по-прежнему применяться алгоритм Irradiance Map. Ну, это вроде как рендер становится гибридным и использует два GI алгоритма. Искать опцию отключения взаимодействия с Irradiance Map вот здесь. То есть, Use Irradiance Map, все объекты, на которые назначен этот материал, будут считаться алгоритмом BruteForce. Как это выглядит на картинке? Вот как это выглядит. То есть, вся сцена посчитана Irradiance Map, и только карниз посчитан BruteForce. Но если включить Denoise... Ну, давай же. Шум убирается, и наш объект становится чистеньким, гладеньким и выглядит органично. Сэмплирование. Сэмплирование это сердце, мотор, рендер-системы, как я и говорил. И именно оно определяет, какое качество картинки будет у вас на выходе. Сразу оговорюсь. У Irradiance Map свои настройки, и поэтому алгоритм сэмплирования не оказывает на данный метод расчета глобального освещения никакого влияния. Главным критерием качества картинки выступает значение NeustreShield. Вот оно. Я выделяю 4 базовых и 2 критичных. Каждое новое значение уменьшается в 2 раза. Ну, SuperDraft 0.8. Считается очень шумно, но очень... Так, при дефолтных настройках. Вот так вот. Считается очень шумно, но очень быстро. Далее. Драфт. Это уже можно даже отсылать заказчику. 0.4. Low качество. Если попался привередливый заказчик. Medium качество. 0.1. High качество. 0.05. И SuperHigh качество. Я им не пользуюсь практически никогда. Ну, если для портфолио там какой-то интерьер мне особо нравится, я могу его пересчитать с таким значением noise. Время рендера с небольшим люфтом также будет каждый раз в 2 раза увеличиваться. Но это не воспринимайте как правило. Каждая сцена уникальна и такая зависимость в вашей сцене может отсутствовать. Просто здесь очень простая сцена и поэтому зависимость вполне себе линейная. При SuperDraft сцена у нас выглядит примерно так и считалась она за 1 минуту. При драфте время рендера возросло в 2 раза, минута 56. Далее 3 минуты при Noistry Shultе 0,02. 1 сотая. 0.05 заняло уже время просчета 10 минут. Ну и 0.05 здесь этой картинки нет. Считалось где-то 17 минут. Время рендеринга можно сократить, не меняя значение шума, а значит по сути не теряя в качестве. Для этого нужно проанализировать рендер элемент V-Ray Sample Rate. Красные участки на этом рендер элементе, но он находится там где все рендер элементы, подключаете и рендерите. Красные участки говорят о том, что пороговое значение шума было достигнуто алгоритмом сглаживания, а не за счет сэмплов, выделяемых для расчета глобального освещения теней или размытых отражений. Зеленые участки говорят об этом же, но в этом случае понадобилось меньше вычисления алгоритма сглаживания. Здесь можно сказать 50 на 50, все сбалансировано. Ну и синие зоны говорят о том, что в этих местах было выделено достаточное количество сэмплов для заданного порога шума. Более образно для понимания, как все устроено. Приведу пример, как для первоклассников, но новичкам это будет очень образно и понятно. Как обычно, пример приводится на яблоках. Нарисую яблоко в количестве 20 штук. И нарисую гостя в количестве 20 штук. Итак, у вас есть 20 яблок. Это значение Max Subdives. Вот они здесь. И к вам, гости, пришло 20 человек. Это некое пороговое значение Noist Reshield. По итогу, в данном балансе 20 яблок и 20 гостей. Всем всего хватило. И это будет синяя зона в рендер-элементе V-Ray Sample Rate. Зеленая зона в V-Ray Sample Rate. У вас все те же 20 яблок. Но вместо 20 человек пришло 30 человек. Часть яблок вы поделили пополам. Затратили на это дополнительное время. Так работает алгоритм антиальясинга. В итоге, все гости получили угощение, но кто-то получил даже целое яблоко. Кто эти счастливчики, будет решать алгоритм MSR. Минимум Shading Rate. О нем я еще скажу позже. Это, повторюсь, у нас зеленая зона. В случае, когда практически всего всем хватило. Красная зона. У вас 20 яблок и 200 гостей. Алгоритм антиальясинга делит яблоки пополам. Потом эти половинки делят еще пополам. Потом эти еще пополам. И так далее, так далее, так далее. Чтобы закрыть нужды всех ваших 200 гостей. Этот процесс, соответственно, отнимает еще больше времени. Вот примерно так. Можно образно разобрать, как работает сэмплер. Например, оптимизировать работу алгоритма антиальясинга можно за счет увеличения количества яблок. То есть, увеличения значения MaxUpDivs. Либо уменьшение числа гостей. То есть, повышение значения Нойстры Шолта. То есть, это логично. Эффективнее всего работает алгоритм Minimum Shading Rate. Он контролирует, как будут распределяться яблоки. Так, на тестовой сцене я сократил время рендера с 10 минут до 7 минут. Выставив значение Minimum Shading Rate, равное 64. То есть, смотрите за прогрессом. То есть, вот стандартная сцена у меня была посчитана за 10 минут. И эта же сцена, но при значении Minimum Shading Rate 16, она уже посчиталась практически за 9 минут. И так далее. Я каждый раз шаг увеличивал в 2 раза. 36 и 64. Сцена с Minimum Shading Rate, равным 64, посчиталась за 7 минут. Но воспримите эту историю следующим образом. Это достаточно простая, примитивная сцена. В большой сцене может пойти все не так. Поэтому с этим множителем можно сделать перебор. И вы не выиграете ничего. Но все-таки в контексте сложных рендеров, где время может измеряться часами, проведенная оптимизация по времени может сказаться примерно так. С увеличенным значением Shading Rate, время рендера, если брать за меру весов эту сцену, может составить 2 часа 10 минут против этого же рендера, только с минимальным значением Shading Rate. То есть, она будет где-то в районе 3 часов. Но еще раз напомню, каждая сцена уникальна. Уникальные материалы, уникальный свет. Поэтому сперва проанализируйте Sampler Rate. Возможно, можно получить тот же самый результат, увеличив просто значение sub-div и так далее. В потоке, я скажу сразу, я не трачу время на анализ V-Ray Sampler Rate инструмента и докрутку сэмплера. Обычно, по умолчанию у себя в пайплайне, минимум Shading Rate у меня равен 9. Максимум sub-div 24 и noise threshold 0,02 либо 0,00. Это потоковый рендер, я с ним не замерачиваюсь. То есть, шум, излишний шум, то есть, вот так вот. Ну вот, универсальные настройки. Излишний шум я убираю просто denoise. Дефолтное значение не трогаю, но для галерейного качества, да, то есть, можно чуть поднять его значение, опять же, с шагом в два раза. Это самое логичное, как бы, значение. То есть, можно поставить 24, 36, 48, 64. Ну, а для галерейного качества можно все-таки задрать значение Max Abdiv 64, Minimum Shading Rate сделать также 64, noise threshold выставить на 0,05. Ну, еще чуть-чуть добавить denoise. Как-то так. У меня вроде бы все. В завершении ответы на вопросы из чата. Сейчас я их открою. Павел, а почему V-Ray не может показать Point Cloud, как корона? Почему он его не генерирует? А, ну, это речь идет про V-Ray Proxy. Я не знаю, причин назвать не могу. Эта опция убрана. Сейчас Point Cloud используется как средство оптимизации при визуализации. Объекты, которые далеко от камеры, визуализируются в упрощенном представлении. То есть, это еще один вот как бы тонкий нюанс. Я его не разбирал сегодня на вебинаре. Контекст не позволял. В Help есть подробная информация об этом. Можете посмотреть. А именно, по сути вашего вопроса, ответить ничего не могу. Павел, скажите, пожалуйста, в чем смысл выставлять экспозицию для всей сцены, если каждый участок сцены уникальный и требует своей корректировки экспозиции? Если я, как фотограф, нахожусь в комнате, то просто при повороте от окна к стене без окон мне уже требуется править экспозицию для корректного экспонирования. Смотрите, мой pipeline не предполагает работы с экспозицией под каждый ракурс. Я, как правило, ищу такой баланс в сцене по свету, чтобы экспозиция плюс-минус подходила для всех ракурсов. Это для меня просто дорого, именно выстраивать экспозицию под каждый ракурс. Это дорого в плане времени. Я рендерю в 32-битный формат и при необходимости в профессиональном редакторе типа Fusion правлю экспозицию уже в постобработке. Так намного быстрее, а поскольку 32-битный формат, он записывает множество нужной информации, я не теряю ничего. То есть, исправить экспозицию у JPEG это не то же самое, что исправить экспозицию у формата OpenXR. Опять же, на канале на своем я подробно рассказывал о работе с Fusion и OpenXR форматом. Так, и следующий вопрос. Почему не строить тогда шейдеры на нейтральной нулевой экспозиции, где diffuse равен virtual frame buffer output? Я немного не понимаю сути вопроса про нейтральную экспозицию, что вы имеете в виду вообще в принципе под нейтральной экспозицией. Скажу так, нет особой разницы в какой экспозиции настраивать материал. При найденном балансе по среднесерому любая экспозиция будет нейтральной. И вопрос, для кого вы все это рассказываете? Опытные пользователи и без вас знают, что прокси инстанции облегчают работу со сценой на слабом железе. Да и не только на слабом. Повышается общий комфорт работы во вьюпорте. Новичкам еще надо дойти до тех заказов, что потребуют оптимизации. И они органично сами узнают об этой информации. Ну а что вы предлагаете? Бросьте тему, которая будет интересна для опытных пользователей. Я раскрою ее в следующем вебинаре. Но по общему посылу вашего сообщения вы просто решили патролить и высказать свое фи не более. Вряд ли вы сами готовы что-то предложить или рассказать что-нибудь интересное. Ситуация со светом. Скажите, чем отличается shadow casting объекта от источника света от visible to jive и Vray Properties. Почему саппорт от Chaos Group сказали на форуме, что override материал они не рекомендуют, так как он медленно работает. В Corona Renderer именно override материал используется по умолчанию. Я не знаю в каком контексте там упоминалось, но да, override материал работает медленнее, но в каких-то ситуациях не могу сейчас навскидку что-то придумать, без него не обойтись. Ну хотя бы та же самая вуаль. я ее считаю с прозрачным Jive в override. Так материал выглядит более воздушным. В источнике света, если я исключу просто вуаль из отброса теней, я эту воздушность не получу. Ну примерно в таких ситуациях наверное подойдет override. но он да, я согласен, он вносит свою лепту во время рендера. Не критично, но да, есть. Павел, скажите, как лучше освещать сцены, где нужен полностью indirect light? Не будет direct light? У вас не будет и indirect light. Возможно просто вы имеете ввиду искусственный свет, а не естественный свет из окна. Ну мне клиенты как правило высылают план освещения. я работаю по нему. Подходящая экспозиция, как я и говорил, 6-6,5 для помещения с искусственным светом в ночное время. Ну а дальше уже по ситуации. Нет плана освещения, ну придумывайте за дизайнера, как вы будете освещать сцену. Только так. Так, синяя зона, это значит яблок у нас больше, чем гостей. Порог сработал с большим запасом. Разве не так? Ну об этом прямо не говорится в Хелпе. Там примерно как синий звучит, синий канал содержит области, которые достигли желаемого качества изображения с помощью нескольких первичных проб. Тут, конечно, можно трактовать, как яблок хватило всем, ну возможно еще осталось. А вообще не важно, главное ведь понять принцип распределения, который я на этих яблоках показал. в Хелпе говорится о том, что синяя зона ок, а красная не ок. А уж каким образом вы достигнете этого баланса, ваше дело. Минимум шейдинг рейд. Почему Влада и в целом саппорт так против его изменения, причем во всех ситуациях? Могу пошутить, я думаю, что они сами до конца не понимают, как он работает. Но в принципе я не кручу шейдинг рейд в текучке и, как говорил, придерживаюсь дефолта. Но для творческих работ, когда время не решающий фактор, есть смысл поискать баланс. Опять же в Хелпе за докрутку минимум шейдинг рейд топят. Но не на критичные цифры. У меня есть план более глубоко разобрать историю с минимум шейдинг рейд на какой-нибудь серьезном проекте, где много материалов света, но пока руки не доходят. Но эта тема действительно мне хотелось бы глубже изучить, но пока никак. Следующий вопрос. Есть ли какие-то преимущества у V-Ray Plain? Если вы про геометрию V-Ray Plain, то тут я не знаю, что сказать. Это бесконечная геометрия, уходящая в горизонт обычной плоскости. Если вы про V-Ray Light Plain, как источник света, то это самый простой и эффективный эмиттер. От него меньше всего шума в сцене. Хотя и Doom Light на самом деле уже хорошо оптимизирован. Павел если не сложно сможете сказать свой юзернейм на Chaos Forum. Также Павел Ушаков на Кириллице. Я там особо не пишу, я в основном читаю. И Radiance Map вроде пропал в последних версиях V-Ray. У меня стоит не самый последний билд пятой версии. Возможно и так. И да, мне какая-то информация попадалась о том, что V-Ray возможно скоро откажутся от Radiance Map полностью. Павел пользуетесь ли вы Subdisk PerObject V-Ray Properties объекта? Нет, не пользуюсь. Я боюсь запутаться потом где что изменял в свойствах объекта. Когда это будет допустим пятый шестой раунд у проекта к которому я возвращаюсь я могу реально забыть что я там подкручивал и возможно это мне помешает поэтому я эти свойства не трогаю если плюсы у BruteForce он один и самый хороший это однокнопочный алгоритм вычисления GI без багов нажал и ушел спать все Vray Vray for my update 1.1 нет выбора и radiance причем нет и связок первичных и вторичных просчетов все свелось к выбору BruteForce или LightCash прокомментируете в самом начале или где-то в середине я говорил производительность железа в пользовательском сегменте выросла и сейчас нет особого смысла на самом деле разработчикам поддерживать старые алгоритмы построенные на интерполяции или адаптивности рано или поздно я думаю что действительно ERMAT выпилит ну вот уже говорят что и выпилили отовсюду как это произошло в свое время с фотонами они по-моему исчезли в третьей версии вот так ну все вроде вопросов больше нет у меня все всем спасибо за ваше внимание ну и быстрых вам реддеров всего хорошего спасибо спасибо